Всем привет! С вами Мария и Георгий, Floralium Plants. Сегодня мы в гостях у нашего друга Евгения Грекова. Женя, ты где? Опа! Привет! Правда, свечено всё. Ну ладно, но и все покорно. И мы сегодня пришли посмотреть на пульдариум, который мы собирали для Евгения. Он просто помешан на растениях, у него вся квартира. Блин, если бы я могла ему показать его спальню, это спальня мечты. Там и только кровать, и растения. Вот. Увы, тут маленькое расстояние до стенки. Вот эту открою? Да, поэтому мы посмотрим частично. Это тоже я открою, но аккуратненько всё. Давай. Не выпрыгну. Ага. Это большой пульдариум с изолированной водной частью. Там, правда, уже ночь, потому что мы, как всегда, приехали в полдвенадцатого. Но, тем не менее, здесь вот аквариум с кучей жирных рыб. Женя уникальный человек, поэтому у него здесь живут цихлозомы илёта, макрободы, конго, гурами, скалярии. В общем, я понимаю, что вы напишите в комментариях, но нам всё равно. Рыбы жирные и счастливые. Значит, ну, про устройство этой ёмкости. Это был один из первых наших пульдарей с распашными дверками. Здесь уже, вон, видите, светильники спрятаны за бортиком. Куча форсунок, всё на пене. Но самое интересное в этой работе то, что здесь подбор растений, вернее. Большую часть растений Женя привозил из своих поездок и попросил нас сюда их засунуть. И он такой, как бы, он любящий растения маньяк, поэтому здесь творится хаос. Ну-ка, давай, рассказывай. Это я украл из Доминиканы. Это я тоже украл из Доминиканы. Это какая-то тилансия. Это где ещё что-то спёр. Сейчас. А, вот здесь ещё спёр из Доминиканы. Вот такую штуку. Филандендрон какой-то. Какой-то филандендрон, да, тоже живучий. Что-то я ещё припёр. Тилансии тут были почти... И какие-то не ригели, и орхидеи мы ещё вешали, которые ты с поездок привёз. Всё, да. Папортники тут тоже, видимо, проросли. Из-за того, что ты притащил. Нет, мы не сажали. Оно само выросло. И вот это выросло из деревяшек, которые вы принесли. Да, это всё из деревяшек. Да, то есть они же сухие были, как они. Это, кстати, берёза. А, или берёза, да. Как берёза. Берёза. Да. Короче, мангры ещё растут. Которые тоже привёз отовсюду. Ну, мне кажется, уже хватит. А то у меня сейчас в нашу таможню остановится. Ну, короче, да. Всё остальное мы типа сажали сами. Всё остальное уже сами, да. Вот. Здесь очень классно себя чувствуют санерилы. Ну да. Вот, она прям очень красиво здесь смотрится. Вот. Ну, а так, по оборудованию, если пробежаться здесь... Давай, Гоша, рассказывай, как всё сделано. По оборудованию... Ну, и как всё? Система опрыскивания, 6 светильников. УФ-лампочка для ящериц, которых тут целая толпа. Да, ящериц здесь. Я не знаю, не успею. Тут, наверное, штук 6 фельзум точно бегает. Латик аут. Несколько анолисов. Сколько их нет? Штук 5. Вот. Крабы. Здесь, когда открываешь, здесь, короче, все начинают разбегаться в разные стороны. А если начинаешь кормить, все начинают резко бежать и начинают жрать. Ну, и система опрыскивания, туман. В водной части стоит внешний фильтр, СО2. Дозатор удобрений. Что там ещё-то? Светильники вот здесь вот. Да, светильник водной части отдельный. Вернее, их целых 3 сейчас. Сейчас Евгений добавил ещё вот такие штуки. Какие-то светильники воды. Тетровские. Тоже герметичные. Тоже гидроизолированные. Да, герметичные, чтобы было больше света растения. И здесь ещё поставлен, протянут, насколько я помню, этот компрессор, да, где-то у тебя был? А компрессор, да, он оттуда ночью поддувает воздух. Ага, чтобы рыбки не задохнулись. Вот. Ну, в общем, вот он, сколько ему, месяца три, наверное, уже больше. И всё вот взросло. Когда мы в феврале начали, в мае мы его запустили. В мае запустили. Юля. Тетя. Ой, с ничего, уже столько времени прошло. Пол года. Пол года вот этой штуки. Здесь вот, ну, зная Евгения, здесь стопудово постоянно всё меняется. Это классно. Да, то есть он постоянно что-то добавляет, что-то выбавляет. Всё время делится с нами этими всякими идеями. Да, впечатлениями. Сейчас тут было... Сфагнум с ними как классно вырос. Да, вот это очень забавно. Здесь пророс сфагнум. Сфагнум мы просто маскировали стяжки, которыми крепили ньюригели, и вот он в результате вырос и растёт эпифитно. Да. Вот. Ну, а так? Короче, всем рекомендую заниматься полюдариумами. Обычно аквариум – это очень скучно. Поэтому полюдариум – это всегда весело, задорно, и всегда есть что выкинуть, добавить, обрезать, подсадить и и вот без этого себя настоящим биологом или любителем природы вообще не почувствовать. То есть всегда в делах. И вот это прям после работы, тем более, класс. Как залезешь в свой огород – понеслась. Да. Кстати, самое интересное, ну, вернее, не самое интересное, а просто забавный факт. Мы, когда уже делали этот проект, обнаружили, что мы с Женей учились у одних репетиторов. Да. Да. По биологии, по химии. По биологии, по химии, да. И они нас оба гоняли в хвост и в шею и говорили, что мы бездарные. Бездарные. Ты не поступишь. Все поступили. Да. Да, так что они нас выдрессировали. Сейчас я покажу еще немножко Женину коллекцию здесь. Уж остальные комнаты мы не пойдем. Это филантусы. Вот, филантусы, а это забыл. Это адениум, это адения, это, короче, тоже какая-то африканская штука, не знаю. Это, сейчас скажу, это бомбокс. Как? Это бомб, это бомб, это баобаб бомбокс. Вот он так и называется, баобаб бомбокс. Прикольно. Это фикус, короче, какой-то с красными листьями, а это адения. Это мне. Здоровая какая. Огромная, да. Подарили пациенты, когда узнали, что я ее хочу. Нашли и подарили самую большую сейчас коллекционную вот такую адению. По-моему, самая большая в Москве, если она не... Вот, больше только в аптекарском огороде. Да. Надо идти выкапывать в аптекарском. Ну, а здесь что, тут все просто эти, как слоновые, диаскория слоновая, ну, это эти головешки. Ну, так весело. Весело, весело. Да. Ну, там дальше уже леса. Да. В общем, вот такой вот полюдариум и такой позитивный ролик. Делайте все полюдариумы. Да. Это круто. Это весело хотя бы, интересно. Ну, никогда не устанете от него. Да, мы сейчас приехали за контрабарными манграми, будем их откачивать. Да. Вот. Ну, что ж, всем пока. С вами были Флорель и Планс.